Продолжаю ежедневные короткие выпуски рубрики «Камчатка. День за днём» моего уютного видеодневничка. В этой рубрике я на материалах периодической печати прошлого века рассказываю о том, что творилось на полуострове, как жил полуостров в разные годы этого самого минувшего XX века. Итак, сегодня первый день февраля, мы читаем «Камчатскую правду» 1937 года, статья члена областного оргбюро Союза воинствующих безбожников Полякова «Антирелигиозную работу на высшую ступень». Полностью мы читать статью не будем, прочитаю лишь немного. Деятельность попов и сектантских главарей развита, к сожалению, и в Камчатской области. Контрреволюционная деятельность сектантов в Ключах, Большерестском совхозе и других местах лишь подтверждает это. В селах Николаевка, Березовый яр, Черный яр Усть-Камчатского района Родители, находящиеся под влиянием религиозного дурмана и поныне, не разрешают своим детям посещать школу в религиозные праздники и заставляют их носить кресты. Учитель Черноярской школы товарищ Данилов рассказывает, что на тайное богослужение привлекается учащаяся молодежь. Такие же богослужения проводятся в Мильково, Соболево, Большерецке. Активную борьбу против культурных и хозяйственных мероприятий в национальных районах Чукотского и Корягского округов проводят шаманы. В Тигильском районе, например, в колхозе Эйвек шаманы агитировали против учета оленей, ссылаясь на его якобы роковое значение. Обратите внимание, 1937 год. 20 лет прошло. Со временем большевистского переворота 15 лет прошло. Со временем окончательного воцарения безбожной власти на Камчатке. А тем не менее люди хранили веру в своих сердцах. И не просто хранили, кстати. Многие пронесли ее Через все 70 с лишним безбожных советских лет. Как бы их не преследовали, Как бы их не уничтожали Картавые Выходцы из местечек. Это была рубрика «Камчатка день за днем». Мы читали Камчатскую правду Первый день февраля 1937 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова